Дом-2. Осень-любовь. Начинается. Дом-2. Осень-любовь. Они строят любовь. Каждый из них может осуществить свою мечту и стать звездой. А еще самая крепкая пара выиграет главный приз. Огромный дом в Подмосковье. Смотри, как построить любовь. Дом-2. Осень-любовь. Каждый день в 9 вечера. НУТНД. Здравствуйте, я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. Это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Как известно, любовь – это игра без правил. Вчера Алена неожиданно покинула Майя и уехала в неизвестном направлении. А Николай признался в симпатии Ольги Моцак и покинул телепроект. Сегодня наши парни готовятся к волнующей встрече. С минуты на минуту в Доме-2 появятся новые девчонки. И может быть, хотя бы одна из них понравится нашим участникам. Сегодня девятисотый день нашей телестройки. Отношения Майя и Алены зашли в тупик. Уже несколько дней Майя не обращает внимания на свою вторую половину и даже перестал здороваться с ней. Образ клоуна непонятен Алене. И она на грани нервного срыва уехала в Воронеж искать поддержки у мамы Майя. Правда, Алена скрыла от своего молодого человека желание увидеться с его семьей. Зато в другой паре, недавно порвавшись свои отношения, Лейлы и Антона произошло примирение. Ребята снова стали парой и пообещали быть друг другу терпимее. И еще одной парой стало больше на телепроекте Дом-2. Вася с Каролиной после недели знакомства сделали такой серьезный шаг. Правда, многие ребята с недоверием относятся к симпатиям Каролины, которые часто меняются перед голосованиями. А сам Василий теперь разрывается между любимой и своим бизнесом, который остался за периметром и часто отсутствует в доме. А старые участники уехали утром на гастроли в Краснодар. Ну что ж, как известно, семеро одного не ждут. Поэтому, несмотря на то, что пока к нам на площадку успела прибыть только одна девушка, мы не будем ждать вторую, потому что это может затянуться надолго. Дороги у нас, сами понимаете, размыты, дождем, так сказать, далеко от города. Поэтому ехать она может долго. Но, так сказать, в жизни случай решает все. Поэтому у девушки, которая войдет сейчас в ворота, будет как раз больше шансов с вами пообщаться и вам понравиться. Ребята, это еще не последний сюрприз. Девушку, которая войдет в ворота, зовут ей Аделина. Ее зовут Айгюн. Айгюн. Айгюн, он ждет тебя! Встречаем. Иногда и такое случается. А, нет, она. Айгюн, 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 айгюн. Пишина. Почему? Я не брала псевдоним. Айгюн, проходи. Садись сюда. Айгюн, ну ты изменилась с того раза, как была последний раз тут. Чуть-чуть совсем. Небольшие пластические операции, чуть-чуть набрали массу тела. То есть подготовилась к приезду, я смотрю. Почему? Мне даже готовиться не надо, это каждая есть. Ну, у нас просто уже была девушка, которую звали Айгюн. Ты ее сестра двоюродная? Нет. Ну, хорошо, Айгюн, что тебя сюда привело? Меня привел интерес и Сэм. Интерес и Сэм? Да. Это как? Это тоже интерес. Может быть, интерес к этому? Ну, и интерес к Сэму, и сам проект. Но, судя по произнесенному тобой имени, я понимаю, что все твои лучшие чувства направлены на Самуэля Селезнева. Да. А чем он тебе так понравился? Своим отношением к Насте? Своими разборками? Или, может быть, с отношениями с Романом Третьяковым? Чем? Нет, мне не нравится его отношение к Насте. Но мне нравится. А почему он нравится отношение к Насте? Мне кажется, что он даже не кажется. Я уверена в том, что он потерял свое я, свою личность. Ты считаешь, что Настя его приструнила, взяла под каблучок, и поэтому он растерял свой характер. Ну, а если он уже там находится, под этим каблучком, ты думаешь, что сможешь его оттуда выдернуть? Это не легкая задача. Для меня это... Я всегда добиваюсь то, что я хочу. Как бы для меня это несложно. А чего ты добилась жизни? Чего я добилась? Ну, мне всего лишь 18 лет, поэтому... Ну, ты отбивала уже мужчину какой-нибудь девушке? Да, очень много. Серьезно, расскажи об этом. Очень много это сколько для 18 лет? Нет. Ну, я такой раскрою секрет, что мне нравятся африканские мужчины. Я люблю африканские мужчины. Ну, ищи. Ну, ищи. Ну, ищи. Ну, ищи. Ну, ищи. Ну, ищи. Хорошо, а почему? Вот тогда между... Подожди, вот тут интересно. У нас... Ламин не в моем вкусе, сразу говорю. Почему? Слушай, на мой взгляд, они как два брата-близнеца. Сэм и Ламин. Мне не нравится его поведение, мне не нравится, как он обсуждает. Ну, все, ничего. Слушай, тебе не угодишь. Сэм тебе не нравится. Он у нас подкаблучник. Ламин тебе тоже не нравится, как он себя видел. Как-то странно мне нравится. То, что с Настей они такая крепкая пара, то, что он ее так любит, и что они вместе, абсолютно ничего для тебя не значит. Правильно? Да. Ну, тогда, я думаю, самое время, чтобы мальчики задали свои вопросы. Антон. Ну, я смотрю, Айгин смотрела проект и немножечко уже разбирается в людях. Так как она, в принципе, несмотря на свой юный возраст, уже достаточно опытная девушка, я хотел немножко поиграть. Вот, обожаю игру ассоциации, да, и хочу, чтобы вот на будущее и посмотреть, как человек пришел, и как он увидел в нас, давай несколько прилагательных наречий, или даже по одному слову о каждом из ребят. Девчат сейчас не будем трогать. Пожалуйста, Ламин. Ламин, давайте с Антоном на Сим. Давай, Сим. На слоненка. Можно слоненка, правда. Так, а Дима? На обезьянку, наверное. Правда. А Рассел? Ящерица какая-то. Червяк. Саша Нелидов. Саша Нелидов. Журавчик. Журавчик. Ты что, кровь, что ли? Да, вот журавчик. Почему, неожиданно. Наш Диланин для тебя еще очень. Итак, главный, так сказать, человек для тебя на этом проекте после Сэма Ламин. Кто он у нас? Не, ну горилл тоже нельзя там. На горилла ты не тянешь. Ты всегда гавка, и ты выскакиваешь. Итак, вопрос собаки, которая все время лает и выскакивает. Пожалуйста. Тяф. А убежать? А нет, я же не сказал, что... Давай вопрос, Ламин. Нет, мне интересно, какие у тебя хобби, да? То есть, я вот смотрю, ты расположен к африканцам, да? То есть, это спортивные люди. А вот... Погоди, нет. Ну да, спортивные люди, рэперы, это не знаю. Я понимаю, это вы можете... Может, у тебя какие-то хобби с этим связаны, и ты много африканцев видишь? Да. Я очень люблю танцевать, и я очень хорошо танцую. Во многих конкурсах я только два раза в жизни проиграла. Можно танцевать? Ну, это уже презентация, я думаю. В презентации вы увидите, вы увидите. Баттл с Каролина! Ну что ж, а пока Айгюн будет готовить свой самый суперсекси-эротичный африканский танец, мы собираемся на строчку и еще ближе знакомимся с Айгюн. Увидимся чуть больше. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, у нас сегодня замечательная стройка. Мы, как всегда, таскаем наш замечательный песочек. Берем лопатки, насыпаем в замечательные тачечки и везем на нашу замечательную стройку. В общем, у нас все сегодня должно быть замечательно. Поехали! Если у тебя хорошее настроение, где же скидки? Почему мы все равно таскаем песок? Да, все, пацаны, у меня такое настроение, вот тебе скидка сейчас. А-а-а-а! Ха-ха-ха-ха! Иди, что у нас он! Блин, что у нас он! Что, и фига уже, да? На маленький крыльник! Иди, а где ты куда? Танец обезьянки умеешь делать? Я не могу животных изображать. Почему не можешь? Учись! Давай, попробуй. Давай, давай. Ну, надо со звуком. Че, как... Не, вот это что означает, что у меня в подмышках вожки, и я их чешу. Ну, на обезьянку, на обезьянку. Как вам новое, девчонка? Прикольно. Понравилось? Мне на свою очередь понравилось. Такая вообще клевая. По крайней мере, не забилась в уголок, такая интересная. А, ну, посмотрим. Ой, кто это пришел? А почему они не работают? Они ждут вёдер, которые вы принесёте. Замечательно, и я вас жду. Так, Воля, а ну прекращай. Что прекращай? Тебе не надо работать. Тебе надо командовать. Пламин. Вот возьми в руки этот посох и командуй. Давай я сама разберусь, что я буду делать в данный момент. Раз, раз, раз. Если командую я, значит командую я. Всё, оттяжёл. Бери, пожалуйста, мёдерку и не си. Команду я, команду я, команду я. Ну вот приедет, Сэмик, что ты будешь делать? Я хочу выехать с ним куда-нибудь, как бы, да, поближе. Потому что так вот я, да, конкретно так вот. А вот не выпустят тебя с Сэмиком, Настяка не выпустят тебя с Сэмиком. Знаешь, не надо, вот я считаю, что не надо, да, как бы, да, вот так вот. Да, нужно, как бы, да, заявить, что да, я к нему, всё. Но чтобы он начал сам ухаживать, и он это будет делать, я это знаю. Вы знаете, товарищ прораб, я сегодня, вам признаюсь, у меня сегодня почему-то абсолютно нерабощее настроение. Абсолютно нерабощее. Ты знаешь, я никогда не отлиниваю. Работать придётся, Зэмик, очень придётся работать. Это мысли мои летают. Как ты думаешь, где? Ну, скорее всего, наверное, о своём молодом человеке. Отсюда. Чувствуете, как тянет Васю, что его нету? А? Тянет Васю как. С кем? Васю как тянет. Куда? Каролине. А. Антон, ты думаешь, что ты этими словами, вот этим вопросом чувствуешь? Ты меня сейчас сделал очень приятно, да? Я по факту, чтобы ты тоже задумывался, почему его нету. Каролинечка, а ты не думаешь, что он тебе взял вопрос? Задавай ему вопрос этот. Я спокойно отношусь к мужчине, который ответил на вопрос. Что? Ты не думаешь, что он взял вопрос? Да, только есть по вопросу. Нет. Нет, ты уверена? Да. Деловой человек и должен. Очищение? Извести. Я абсолютно уверена в Васине. Абсолютно. Абсолютно? А если он тебе лапшу на уши, наверное, это самое, навалил? Ну что ж, посмотрим, время покажет. Ну, посмотрим. Ну, я думаю, что Вася не такой, что приедет всё будет нормально. Я даже уверена. Ну что, Саня. Ой, насколько ты знаешь, через несколько дней будет голосование за старый дом. Да. Как ты думаешь, насколько велика вероятность того, что вон заселят? Мне кажется, один к ста. Ну, а тебе не кажется, что ты зря потерял всё это время. Слушай, ну, месяц назад мы вам об этом объявили. И я вот смотрю, странные вы все люди. Никто абсолютно никаких не стал каких-то телодвижений делать, кого-то уговаривать. А насчёт телодвижения, понимаешь, ну, мы... Понимаешь, как... Слушай, ну, опять начнешь тормозить. Ну, а насчёт, что Рома очень много за последнее время сделал неприятное ребятам. Ну, даже то, что там вот этот известный скандал описывал Сэмик, да? Ну, Сэмик же не будет голосовать против Ромы. Ну что, ребятки? Да-да. Чего я вас сюда позвала? Меня интересует такой вопрос, скорость заселения в старый дом. Я хотела бы от вас узнать, собираетесь ли вы претендовать на одну из комнат в старом доме? Ну, я уже думала на эту тему. Мне кажется, что те пары, которые должны жить в старом доме, они проверенные. Те ребята, которые здесь живут, они достойны, да? Я считаю, что мы с Антошкой ещё не так долго вместе. У нас не такие крепкие отношения, так как мы очень часто ссоримся, да? И что-то участились расставания наши. Ты, может, просто хочешь сидеть и отмалчиваться, а дальше не заявлять о своей паре? Реально, вот я буду претендовать на старый дом. Даже у нас отношения, там, допустим, скоро три месяца, да, но я всё равно буду. Я заявлю о себе, понимаешь? Я хочу, чтобы меня никто не трогал, чтобы я не боялась о том, что кто-то там захочет против меня сделать заказ, даже если меня сегодня не заселят. Но я хочу реально, да, о себе заявить, что я есть, ламин есть, есть наша пара, есть наши отношения. И я не хочу, чтобы мы вот так взяли реально и ушли отсюда. Давай я однозначно отвечу, где не будет больше вопросов. Смотри, на этом голосовании мы не будем претендовать к следующему. К следующему мы уже определимся с целями. Да, через три месяца, по-моему, да? С целями, да. Но, скорее всего, мы будем в следующий раз претендовать. А мы не хотим уходить. Ну, а кто хочет уходить? Я, что ли, хочу уходить? Отсюда. Я не хочу, я не знаю, я отсюда уходить. Я буду до последнего, пока меня не выгонят. И выведи это все на такой пафос, что, Ром, слушай, ну Оли-то нет, у Оли будет не скоро. Ну, почему ты не хочешь нам тоже дать возможность? Приедет Оля, я официально заявляю, что через три месяца мы выселимся оттуда. Ты же знаешь, что ее очень долго не будет. Зачем? Ну, дай нам тоже возможность. Вот такой тон надо вмерять. И тогда просто ребята будут голосовать не против Ромы, а за тебя, обосновывая это тем, что, Ром, извини, мы тебя любим, но действительно Оли нет, что ты там будешь один же. Я с этим согласен. Ну, все, значит, на это и надо бить. За совет 5% от комнаты. Хорошо. Скоро заселение. Буквально там через три дня. И я хочу задать такой вопрос. Вы будете в Солнце прийти, давайте, на Старый Дом? Нет. В этот раз точно нет. Ну, как бы, я считаю, что нам, в принципе, и в ВИПе пока хорошо, да, это первое. Второе, не хочется, да, никому портить жизнь. Жизнь из какого смысла? Ну, подумай просто о себе. Ты же знаешь, что такое комфорт, правильно? Конечно. А почему ты должен думать о ком-то? Каждый человек думает о себе, да, в каких-то моментах. Я считаю, что надо о себе подумать. Я тоже о себе подумала, я тоже буду претендовать. Хотя у нас там очень короткий срок в отношениях, но я буду претендовать на Большой Дом. Не знаю, подумаем, посмотрим. Сейчас пока я не хочу. Пройдет, да, вот опять же, это момент голосования, можно сказать, что да, мы будем претендовать. Ну ладно, Димон, тогда спасибо. Пожалуйста. Да, подумай. Вообще этот обувь предназначен для долгосрочных парк, которые здесь больше всего времени. Ну да, ну видишь, что-то. Сколько ваше отношение к вашим отношениям? Три месяца. Прекрасно. Настя, Сэм, сколько? Полтора года. Ну. Оля, Рома, два года. Мы, год. И чего? Толик, а если ты была на моем месте, скажи, ты бы так не сделала вообще? Я бы не прогибалась под правилами, под шоу. Нет, 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 никто не прогибается, Толочка, ну никто не прогибается абсолютно, просто дается возможность. Почему бы и нет? Возможность? Возможность просто засидеться. И за счет чего? Нет. По чужим головам пойти за счет того, что? Никто, вот смотри, никто по головам не ходит абсолютно, я не собираюсь, ты знаешь меня. Кто это будет за то, не defensive, это что, не ходка по головам? Ну, извини меня, если, если... Я бы так желалась, если бы это возможность, почему бы и нет? Возможно, ну понятно, нам кидают кусок мяса, и мы его рвем. Дорогие друзья, здравствуйте! Помните, Стёпа полгода назад кричал «Айгюн, я жду тебя!» И к нему пришла, как вы знаете, не та Айгюн Он с ней просто встречался там несколько месяцев и расстались Так вот, его настоящий Айгюн Но почему-то она пришла не к Стёпе, а к Самуэлю И, вы знаете, она сказала очень гордо, самоуверенно, да? Как ты сказала? «Отобью Стёпу!» Ой, Сэма, да? «Отобью Сэма!» Правильно? Да Потому что мне нравятся африканские парни, да? Давай я тебя немножко разогрею, разогрею, чтобы ты была не скована морозами Нормально А вот представим, что это Сэм и Настенька И давай посмотрим, как же всё-таки тебе удастся это сделать Приготовились? Поехали! Закуша, давай, нам нужно порезать материал У нас конкурс очень важен Ты что ты не так тянешь? Я нормально держу! Ты не так тянешь! Так, Зоя! У меня неправильно режется! Ты хочешь, хочешь? Ну что ты не так тянешь? А-а-а! А-а-а! Помогите! А-а-а! Чё, пройка, сына, пройка, сына, пройка! А-а-а! 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 А-а-а-а! Пойка, сына, пройка, сыра! Что? Кто вы? Кто вы такая девушка? Я пришла к Сэму! А-а-а! А-а-а! Девчонки, ходи! Хе-хе-хе! Сойкуша! Е-хе! Чё покорю! Сэмник! Сэмник! Я пришел за два года! Хе-хе-хе! Хе-хе! 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 Сэмник! Сэмник! Первая попытка, хе-хе! Провалила! Провалила попытка, Айдюн! Не забыла! У тебя ничего не получилось! Ты что? Не забыла! Как ты сделаешь это с настоящим Сэмном? Ты думаешь, Настя будет так нежно тебя отпихивать? Не забыла. Ну-ка, давай, соберись, соберись. Давай, давай, Айгюн, ты можешь это. Давайте упростим ситуацию. Представим, что Настя уехала в магазин. Все, Айгюн, у тебя есть Сэм. Соблазни его. У тебя есть пышные формы. Он любит плюшки. Поехали. Давай, давай, давай. Чембрэгаса набра? Здравствуйте, гражданочка, Яг Макарек. Сэм, ты не помнишь меня? Я вас не знаю. Я пришла к тебе. Откуда вы пришли ко мне? Как это откуда? Я пришла к тебе, потому что мне нравишься. Посмотри, какая дожка. Яг Макарек. Посмотри, какая дожка. Какая она некрасивая. У меня нет чувства вкуса, стиля. Настя, она у меня номер один. Настя, она, Настя, она. Ни ко мне. Ко мне посмотрите, он сказал, я покорю. Я покорю. Смотри, какая я красивая. И так красивая. Вторая попытка. Вторая попытка не удалась, друзья. Мы все верим в Айкюн. Мы все верим. Айкюн, не уходи. Айкюн. Давай. Расстроилась уже. Это же сценка, Айкюн. Айкюн, давай с танцев всех порвем. Заплакала немножко. Все, давай. Сейчас танец будет, всех порвешь. Давай. Все будет хорошо. Ничего страшного. А что ты боишься-то? Я не не буду. Все расслабляем, иначе играем. Все, нормально. Сейчас я приду с тобой. Так, дорогие друзья. Так, Сэмик, стой здесь. То, Настенька, по хвосту здесь. Хорошо. Сейчас Айкюн представит нам замечательный танец. В свой коронный номер, которым она собирается поистине покорить Сэма. Давайте, друзья, кого мы зовем? Готовы? Айкюн. 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 Вот это. Ты стын. Что вы зовете? Сейчас танцуй. Все, что ты умеешь, покажи, ладно? Все, давай, дача. Все? Готово? Айкюн, ты уже наточился? Все, работаем. Кого ты добьешься? Сэма. Правильно. Кто самая красивая женщина? Я. Айкюн. Давай, кричи. Айкюн. Айкюн. Кто самая лучшая? Айкюн. Вот. Итак, музыку. Поехали. Сэма. Раааа, Поехали. Рааа. Поехали. Рааа. Рааа. Поехали. Продолжение следует... 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 Капли постоянно, мама. Капли постоянно. А потом не спит всю ночь. Олеся хоть и меня убеждала, да ты это же шоу, это ты не переживай, и во внимание не бери, то и сё. Да как же не брать, ведь живые же люди. Как же не брать? Да и что не ладить? И свои, тем более. Да, были чужие, я с удовольствием бы ледела и ладилась бы. Не обижайтесь вы друг на друга, вы друг другу стоите. Вы друг другу не уступаете. Я уступаю. Да иди там уступаешь. Плакала, плакала, да, он хотел только просить, она обоими кулаками, бах его. И он отошел, говорю, молодец, ну женщина связываться что. Молодец. Чего ли с розеянной женщиной? А потом лежу, она кричит, выходи. Ну и он, и пошел. Так он мне сказал, мне тут тесно. Тесно, да. А может, правда, надоедайте. Вот он в трошке побыл у Воронежа, развеялся, тут 20 минут побыл. Я его не видала. Ну, наверное, да. Я и не вижу, я часто не вижу. Ну и я решила приехать к вам развеяться. Ну и что ж, ну и что ж, ну куда-то, побыла и развеялась. Ну, куда-то сделала. То есть, приеду воевать будут. Ох, не надо воевать. Вояка нашлась, ай. Ой. Что вообще за ситуация в отношениях? Вы уже сколько дней не разговариваете, не общаетесь. Вчера что-то вот в тебе человеческое нам всем вместе удалось разбудить. И то после вот такого ухода Алены в слезах. У тебя ведь было время подумать вообще над всей этой ситуацией. Ты же какой-то, мне кажется, будет всем легче, если вы примете хоть какое-то уже решение и разрешите этот конфликт. Потому что просто... Ты знаешь, было бы подлинг им принять это решение без Алены. То есть ты хочешь ее дождаться и... Последний раз, как бы поговорить с ней последний раз и наверняка принять какое-то решение. Потому что вся эта ситуация, мягко сказать, метр. Какая ситуация, Май? Вот наше непонятное отношение, как сопли в воде, туда? Ну, непонятными, по-моему, их делаешь ты. Разве нет? Конечно, потому что я тиран и подлец. Нет, но с того момента, как ты уехал подумать в Воронеж, по-моему, все это и началось. Ты приехал уже сразу в образе клоуна и там какой-то конфликт у вас опять был. Нет, я приехал в образе порядочного семьянина. А потом перешел в образ клоуна. А сейчас вернулся в образ... Порядочного семьянина? Нет. Клоуна с воспаленным лицом. В образ страдальца. Скажи, а тебе Алена вообще нужна? Мне Алена необходима как кислород. Ну, ты опять ерничаешь? Да. Ты говоришь серьезно? Нет, не серьезно. Ну что ж, я надеюсь, что приедет Алена и вы сможете разрешить эту проблему, потому что мне кажется, что от того, что этот конфликт затягивается, и тебе, и Алене легче не становится. Да, конечно. Ну хорошо, давайте тогда перейдем к более радостному событию. Это, конечно же, наша прекрасная Айгюн и ее соперница, которая так и не появилась и подоспела к самому голосованию. Итак, встречаем соперница Айгюн. Аплодисменты Айгюн. Вдруг ты начнешь говорить, и твои очки сразу пойдут в нитки. Красивая, длинноволосая, улыбающаяся. Мне кажется, надо сразу голосовать. Зачем разговаривать? Ты предлагаешь мне пока молчать? Мне кажется, такая красивая девушка, разговоры может только все испортить. Поэтому, может быть, сразу начнем голосовать. А когда она пришла, скажите. Сколько лет хоть? Да, значит так. Мне 18 лет. Сколько? 13? 18. Да, немножко ошибаюсь. Вот, я из такого маленького популярного города, который, наверное, все слышали, который все знаете. Называется Великино-Дулева. Великино-Дулева, потрясающе. Да у нас все ребята оттуда практически. За небольшим исключением. Ну вот, я и думаю, вот лица знакомых где-то и видел. Вот, не пойму. Вот. А что же ты, Леночка, решила вместо того, чтобы пойти в 18 лет, поступить в какой-нибудь вуз, поучиться, решила на Дом-2 прийти? А я учусь. Где? Я учусь в социальном университете. Ну, как же ты больше совмещаешь учебу и построение сложного чувства, как любовь? Я думаю, это не сложно. Вот. Многие же люди и влюбляются, и учатся. Вот как раз я из разряда таких людей, поэтому я думаю, я смогу. Я выдержу. К кому ты пришла, Лен? Я пришла к Антону. О-о-о-о-о! Все малолетки! Ура! Дождите, пожалуйста. Здесь же все-таки они. Антон у нас, антон у нас бог малолеток, мне кажется. А я предлагаю, смотрите, как сделать. Конечно, не знаю. Дело в том, что, да, я задержалась, и получилось так, что я приехала к самому лобному месту, да? А вот девушка уже общалась с ребятами, да? То есть смогла как-то себя проявить в общении, да? Ох, смогла! Смогла, наверное, смогла. Вот. Ну, ребята как бы со мной еще не общались, да? Я еще не успела там, чтобы у ребят обо мне мнение какое-то сложилось, да? Может быть, не успела еще кому-то понравиться. Елена, к чему ты клонишь? Я ходю к тому, чтобы, если, конечно, можно, чтобы голосование было завтра. Чтобы сегодня я подошла. Это по какой такой, Еленочка, причине? Естественно, если я приехала, я хочу, естественно, остаться. И что ты будешь делать? Хотя бы на день. Что ты делаешь-то будешь? Что буду делать? А вы увидите, что я буду делать. Ну, хорошо, Лен, ты собираешься... Видите меня на ночь. Все-таки, действительно, так, чтобы оставить тебя до завтра и перенести голосование, должна быть весомая причина. У меня есть такая причина, потому что мне кажется, что Антон, ну, не знаю, как-то вот, видишь, помирился. Ты должна как-то доказать тогда серьезность своих намерений. Я приготовила презентацию, но, к сожалению, эту презентацию видит только один Антон. О, это замечательно. О, это тоже. Замечательно. Она дается на тебя. Слушай, ну, нет, подожди, а что за презентация, Лена? Ну, я же говорю, видит ее Антон. Я хочу разрешение спросить у Лейла, да? А как ты насчет того, чтобы нам уступили гостиный домик, я показала Антону презентацию? Как ты насчет этого? Ты что, глупая, что ли? Что-то такие ее вопросы, не надо ее спрашивать даже. Поверь моему опыту, нашла кого спрашивать. Я все-таки воспитанный человек. Ты очень любезная, я, наверное, не против. Я там за эту неделю хорошо отдохнула с Василиями, думаю, я тебе предоставлю такой шанс. Ну, что, ребята, мы оставляем до завтра двух дней? Мы раз оставляем, то я пошла подсматривать за презентацией. И увидимся с вами сразу после рекламы. Я присоединилась к этому. Ступать, я так понимаю, можно, поэтому ты можешь делать практически все, что хочешь, но на расстоянии. Да, понятное дело, что на расстоянии. Мне обещали... А что это такое? Это рак. Мне обещали чай. Чай? Но я не вижу его. Вот. Давай, я буду тебе ставить оценки за эту презентацию. Вот есть тетрадочка. Представим, что это приемная комиссия. Я на экзамене, да? Ты на экзамене, да. Я не знаю ответа на этот вопрос. На самом деле я хотела просто с тобой... Это не совсем презентация как таковая, я просто хотела с тобой просто посидеть, поболтать. Вот. Я не собираюсь там танцевать и опять песню. Я уже надеялся, что это будет. И делать какие-то там эротические массажи или еще что-то нет. Сынок, а ты хотел с Аленой поговорить? С Аленой сейчас поговорить. Я с дружином с тобой всегда. Ты вот так. Она чуть не куда-то поехала, она приехала к своей маме. Чем ты вечером занимаешься? Да, ничего. А чем? Ладно, маму, все. Давай отдыхайте, ложитесь спать. Все, ловочка. Угу, пока. 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 Я не знаю, как будет событие дальше развиваться здесь. Я, конечно, тебя поддержу завтра. Потому что ты интересная девчонка. И ты в любом случае не должна вот сейчас останавливаться только на... Тебе. Конечно. Нужно... Естественно, тебе не нужно. Нужно еще немножко посмотреть по сторонам. Мало ли, как в жизни бывает. На самом деле, ну, понятно, что и не буду на тебя останавливаться. Конечно. В принципе, когда я дошла, я тебя... Я не то чтобы ушла именно к тебе. Там, вот Антон, мне нравится Антон. Я тебя выделяла среди всех молодых людей. Мне просто нравилось твое отношение к девушкам и так далее. Я тебя выделяла. Вот. Ну, не в том плане, что я именно иду к Антону и прям все. Если он мне говорит, Лена, там, все, давай, там, все стопудово. Сегодня мы пара, завтра там... Нет. Не в этом плане. Просто я тебя выделяю среди всех. Как это? Если бы я сказал, что, Лена, мы завтра пара, ты... Нет, естественно, нет. Да ладно, слушай. Конечно. Я думаю, что это провокация. Хорошо, как ты себе уверен, боже мой. Не, ну, надо уже. Это тоже хорошая черта, когда человек в себе уверен. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. .